Всем привет! Вы смотрите программу Репетиционный концерт на канале Первый Эндеграунд. С вами ведущий Платон. Сегодня мы в гостях группы Тадам Пласкот. Итак, группа Тадам Пласкот на канале Первый Эндеграунд. Ну что, ребята, расскажите, кто и кто, кто на чём играет? Всем привет! Это басист, у нас новый только взяли. Владимир, как тебя зовут? Викторович! Да, Дмитрий Бойко, у нас ударник, он балочки даже в руках. И сам эхоин. Вокалист. Ты вообще молчи. Вокалист. И естественно ритм-гитарист. Юра. Ну, вообще, как вы собрались? Как случилось, что вы здесь собрались, репаете? Ну, здесь не долго. Я здесь репал когда-то ещё 5 лет назад, наверное. А вообще, как мы собрались, это… Безуси! Да! Решили, короче, как-то создать группу. Я и Артём. Звали, короче, его. Мы, просто, три, очень ну уже три года знакомы. Да очень быстро. Держись! Больше без разницы, молчи, нет призы тоже. Ой, ладно, короче. Решили мы создать группу. Первая наша репетиция была на выдубочах. Искали ударника. Вообще ударника очень тяжело найти. Ужасно просто. Нелегко. Ударник? Уже осуществлено? Нас вообще познакомила наша общая подруга, моя одногруппница. Она советовала её. Я её долго не слушал, зря очень. А так ты студент? Неожиданное открытие, да? Что-то мы с тобой вместе заново провели. Не надо, это уже старая история. Человек в 25 почти на первую очередь. Кто тебя спрашивал? Ну, в общем, решили мы на выдубочах порепать. Он вообще у нас был самый первый басист. Искали мы ритм-виталиста. Попался к нам вообще какой-то странный человек. Ударова. Как вообще получилось? Звоним ему, спрашиваем, ты где? У меня дверь заклинула, я не еду на репетицию. Это буквально за пять минут репетиции. Ответственный человек? Да. Вообще зашелись. Ещё этот опоздал. Вот у нас репетиция два часа, он опоздал на час. Он этот. Я для тебя делаю... Это экстремант. Для того, что ты опоздал, и ты этот. Слушай, у нас снова ритма, он может себе позволить опоздать? Да. Потому что у нас снова ритма, он не должен позволять себе опоздать. Я его не слышал. Его взяли буквально за пару дней. Сколько ты? Новичок. Спятник? Где-то спятник. Баз держит только неделю. Баз держит только неделю. Ну вообще у вас есть какой-нибудь концерт наук? Есть, конечно. А скажи? Может я скажу? Давай. У нас группа, группа была раньше. То есть, ну сейчас мы тоже собрались. Мы играли, примерно это было по паре годов назад. В октябре у нас был первый концерт прошлого года. То есть, у нас есть концертный опыт. Правда, первый концерт прошел, я бы сказал, что неудачно, он просто ужасно прошел. То есть, потом у нас такой прикольчик вышел, что мы первый раз играли, мы не знали, как это все происходит. И мы концерты давали практически каждый день. То есть, там, ну, в многих заведениях. То есть, и вот так как бы у нас концерт на опыте получился, собственно говоря. Потом у нас был перерыв небольшой. Мы собрались, и как бы меня, ну, Ёжик позвал в группу. После этого он меня позвал, пришел ко мне домой, показал песни. Я до этого слушал эту группу, у них были вокалисты. Мне они не очень нравились. Потом Артем пришел, он у них скримал. Ну, я всегда говорю, типа, скрим у него хорошо получается. Ну, мне понравилось, и я ему сказал, то есть, да, давай играть. Да, и так мы и собрались. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 То есть если я ни с человеком не согласен, я его выслушаю и может для себя что-то из этого, какие-то факты для себя вынесу. Надо уважать чужое мнение и понимать, что наш мир, если так разобраться, это чуть-чуть странная вещь. Ради моей ненужные ревны, в мыслях одна очертание несты, на грусть серых дней расслабляет только одна моя мусор, приходит их только в отрасль. Дай мне сил, дай мне сил, дай мне сил. 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 Мы всегда открыты критике, но в последнее время этой критики просто не хватает. Люди боятся... Да, хорошо, это здоровый механизм. Естественно, это конструктивная критика. Если человек просто несет какой-то лажень. Есть хейтеры, а есть те кто... Да, конечно, есть хейтеры, а есть конкретно критики. Этих людей мы уважаем, конечно, мы всегда открыты, чтобы выслушать их. Но, к сожалению, среди нашей публики люди боятся почему-то именно рассказывать свое мнение. Да, это не боятся. Не просто посты. На самом деле, они именно боятся. Потому что, допустим, самая банальная отсылка от того пост мы создали. Вы можете присылать нам свое мнение. Сколько лайков и сколько, на самом деле, комментариев. И комментарии, извини меня, вообще от левых людей, которые действительно даже не подписаны. То есть, действительно, люди послушали, и они решили, так сказать, пойти и помочь. Они что-то предложили. На самом деле, среди нашей близкой публики такого нет. Ну, я считаю, эта проблема, скорее всего, зависит от того, что у нас студии просто замкнутые. Я с другом как-то пришел. То есть, слайм вот это может, то есть, под сцены, то есть, толкаются. Он говорит, ну, вы придумки, что вы делаете. Человек идет, услышал какую-то музыку, она ему понравилась. Но он настолько зажат, что не может, допустим, ну, просто вот идти и танцевать, допустим. Это стереотип. Я считаю, в этом проблема. Я уверен, если бы у нас был такой стереотип, скажем, зимой, ну, это бред, сейчас скажу. Допустим, ну, ходить, я не знаю, там, без шапки, допустим. Если бы все ходили без шапки, то это был бы стереотип. То есть, если бы кто-то вышел зимой в шапки, это уже было бы как-то странно. Это тренд. Да, я, может быть, не совсем это хорошо объясню. То есть, у нас в стереотипах проблемы. Если человек, допустим, я не знаю, ведется как ребенок, то это значит, что он такой. Ну, в каком смысле ребенок? В том смысле, что он, как ребенок, себя ведет прямо с ребенком. Кликает, а в смысле, что он делает, что хочет. Он захотелось ему, а тут он идет и спел песенку, допустим, чисто для себя. То есть, такой же стереотип. Если бы люди не были зажатыми, шли, ну, они могли бы делать, что хочет. Я считаю, это весело, когда человек может делать, что он хочет. Тогда просто у человека не накапливаются никакие эмоции. Негатива нет. Да, негатива нет. У нас в людях очень много негатива. То есть, в метро, допустим, человек зашел с хайром каким-то, ну, подпичем, дебил. Ну, а почему? Ему хочется так ходить, ему хочется покрасить волосы, там, зеленые. Как бы, кто ему запрещает? Сейчас меня защищает. У нас люди очень зажаты, просто очень зажаты. Человек захотел изменить имидж. То есть, странный, там, особенно вот эти бабульки на лавочках, это просто трэшер. Это можно вечно обговаривать, да. То есть, привел к себе друзей или рокер, допустим, это сразу сортонимист. У нас серьезные вещи, они не замечают. У нас замечают такие вещи, то есть, человек упал, то есть, это смешно для них. Да. Да, серьезно. Шел человек, смешно, или там... Шел человек, смешно. Поткнулся, никто не поможет, просто посмеется, посидит и посмеется. То есть, в метро шла бабулька, то есть, какая-то, споткнулась. Но я подошел по бабульке. Около меня девушка сидела просто засмеялась и все. Ничего не сделала, то есть... Хорошо. Ну, мне кто-то скажет, допустим, вот ты свое мнение так говоришь, допустим, обосновывал. А зачем обосновывать? Это мое мнение. То есть, ты можешь свое мнение обосновать просто-напросто и сказать, почему ты так делаешь, почему нет. Они лишь одно скажут, ну, меня так учили или какие-то... Воспитание. Да. Воспитание. Так правильно. Ну, я считаю, правильно смотреть на ситуацию трезво, как происходит. То есть, если человеку надо подать руку, надо подать руку. Если... Если можно сесть, надо присесть. Если можно лечь, надо прилечь. Я не помню, какая цитата, но вот мне она нравится. Что повлияло? Что продоровало ваши курсы? Что вы слушали? На чем росли? Те плакаты в комнате? Плакаты разнообразные были, но вообще... Ну, я думаю, все подедут киша. Киша, да. Именно из русского. А если из буржуйского брать, то я... Забугорского. Пускай будет так. Громко. Ну, нужно про интервью. Ну, слушайте, мы не смущаем. Тут большой порцент говнорей, которые слушают это. Киша. Киша. Ну, Гладш, что я тебе скажу на эту мою, блядь. Пусть их слушают еще. То есть, я слушаю музыку, я представляю какие-то свои мечты, скажем... Ну, что? Я себе свое представляю. Человек слушает эту музыку, и он может быть кем угодно. Это его проблемы. Он себя, он не тот, кем он есть. Допустим, вот он придет в компанию, которая слушает, ну вот, клубную музыку какую-то. Он будет говорить, они его спросят, а ты тебе что, клубная музыка не нравится? А он подумает, ну это мои друзья, ну скажу, что нравится, тра-та-та. Я читаю детские, тебе что-то не нравится, мне нужно сказать. Ты не будешь работать с ним с собой. То есть, не важно, человек пришел там, допустим, в клуб, блядь, он может просто наплухаться. Ты понимаешь, здоровое, индивидуальное мнение, здоровая критика является за углом. Ростой профессор. Да, здоровая критика, ее надо воспринимать. Если ты с ней не согласен, то скажи так ему не надо, говори, я согласен, а потом дальше там идти и тенью какую-то творить. Неважно, с чем они связаны. Как моя квартира. Надо отстаивание соумнения в целом. Да, то есть, надо, даже вот, когда, допустим, ребята какие-то говорят, вот почему ты с длинными волосами, то есть, я считаю, надо... Это мой образ. Да, это мой образ, надо нормально объяснить это и, как бы, понимать, зачем тебе это надо. Ты должен быть самим собой. Не надо какие-то переставраницы ставить, то есть, какой смысл в этом тогда? Если уже получишь, то лучше получи, но по-правильному, а не как трус какой-то. Ясного милом. Это мой образ level. Ясного милый, у них в этом мире оставались за ним и с собой. Ясного милого, это они сталибы и выжили. Цел discord сокрушены нас с ручной сказкой. Ясного милого, это оно спрашивает, словно ты себя интересует, ясный воц concrete. Ясного милого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok